Солнечная, светлая масленица, тепло, чувствуется ранняя весна, шумно на улицах и на площадях, шумно в ресторанах и в театрах, а у нас сегодня блины зовут трактиры, и публика вторит им, давай, блины, давай, с широкой вас масленицей слышится вокруг. Нет, господа, любя страну родную, стремясь к тому, чтоб каждый был в ней сыт, я никого стихами не взволную и портить вам не стану аппетит. А вот какая история произошла на масленицу 1914 года в одном из самарских домов на торговой улице у домовладельца Харитоны Захаровны Рябчиковой. Сидели себе за столом несколько почтенных самарских обывателей, сидели, пили, закусывали и говорили про разные разности. Ну и блины, нахваливал один из гостей, блины Харитоны Захаровны. И почему эта масленица только одну неделю, а пост тянется почти два месяца? Несправедливо это, несправедливо, соглашались с ним остальные. А вы, Ермил Игнатьевич, что блины-то не едите? Или они вам не по вкусу? Не по вкусу, говорите? Да я таких блинов еще не едал, ответил на это Ермил Игнатьевич. Ну уж так уж и не едал, засияла от этой похвалы хозяйка, чуть не впервой маслюсь праздновать. Да я таких блинов полсотни ухлопаю, решительно сказал Ермил Игнатьевич. Сидевший рядом с ним чиновник смерил его взглядом с головы до ног, как будто бы впервые видел. И тихо произнес, ну фигура-то ваша, конечно, внушительна, и утроба внушительней моей будет. А все же... Но Ермил Игнатьевич не дал договорить чиновнику, и так внушительно стукнул кулаком к столу, что все стоявшие на нем рюмки заплясали. Пари! Двести рублей ставлю! Чиновник в ужасе отшатнулся, ставка была ему не по карману. Но зато другие, присутствовавшие при этом гости, подвинулись поближе. Замечавшееся развлечение было им по вкусу. А вот о том, как складывались дела за этим блинным столом, мы расскажем вам чуть позже. Ну а мы тем временем заглянем в газетные объявления и посмотрим, зачем еще ходили и ездили самарцы на торговую улицу сто с лишним лет назад. Например, на торговой 39 когда-то размещалось смешанное начальное училище имени Орженова, которым заведовала Мария Михайловна Семихатова. Законоучителем в этом училище был дьякон Николай Иванович Стронин, а учительницей рукоделия Мария Кузьминична Ярилкина. На торговой номер 28 между Садовой и Самарской в апреле 1909 года продавалась капуста рубленная до 600 ведер. А в квартире номер 6, помещающейся в доме номер 63, предлагали купить граммофон-гигант особой конструкции, сильнозвучный. Обитатели квартиры Чиркина, помещающиеся в доме Мясникова на углу торговой Самарской улиц, продавали по случаю отъезда в хорошие руки лошадь и ослика. А примерно год спустя там же в квартире номер 6 продавались персидские ковры по цене от 500 рублей за штуку. Задержимся еще на углу Самарской и Торговой улиц, возле дома, где в июле 1913 года сдавались вновь отремонтированные квартиры с водопроводом и теплыми клозетами. А вот уже в следующем, в 1914 году, этот же дом искал себе нового владельца. А вот там, на углу Торговой и Садовой улиц, в доме Перминова, сдавались квартиры в 3, 4 и в 5 комнат с центральным отоплением и помещение под магазин. Это в 1913 году, а в следующем, в 1914, там же сдавалась лавка с бокалейным товаром на бойком месте. Что и говорить, место это и впрямь самое бойкое. Но вот снять лавку на углу Торговой и Садовой почему-то не находилось, и объявление в газетах появлялось снова и снова. Не сразу нашелся желающий и для покупки дома на углу Торговой и Ильинской улиц номер 70. Дом продавался спешно, за отъездом и на самых выгодных условиях. Но хоть условия и были выгодными, самарцы с покупкой почему-то не спешили. А может быть, они были чем-то заняты? Например, искали новое место службы, как искал его, например, проживавший в доме Померанцева в квартире Казанского. Неизвестный, который дал объявление следующего содержания. Место машиниста или монтера? Ищу. А потом прибавил и кассира. Там же имеется залог. Дома на Торговой искали новых хозяев, бокалейные лавки, владельцев. А тех, кто жил в этих домах и по вечерам ходил в лавки, искали новых мест службы. Сама же улица, хоть и называлась Торговой, жила разнообразной жизнью. Сдавалась и мала в аренду, что-то меняла и отдыхала от трудов праведных. А мы с вами пока приобретем сад или дачный участок. И улица Торговая поможет нам в этом. В мае 1913 года в доме номер 20 по Торговой улице можно было справиться о приобретении фруктового сада величиной в 7,5 десятин по Смышляевской дороге. Обращаться за справками просили к Марову. А вот в апреле 15-го года на Торговой номер 80 можно было приобрести вечное владение. Участки с яблонями или бизонах, находящиеся в дачной местности Голованово, в 8 верстах от Самары, близ Семейкинского шоссе. А в соседнем доме номер 82 тогда же заинтересованные могли навести справки о покупке участка в дачной местности Лесное Войцеховского с новым домом, колодцем и баней. Милости просим на угол Торговой и Синой улиц Курлеву. Что ж, а теперь о криминале, которого на Торговой улице тоже было хоть отбавляй. Так вечером 9 апреля 1909 года на углу Торговой и Соборной улиц на крестьянина Капаева напал неизвестный, который нанес ему резаную рану в лопатку правого плеча. Что дальше было с Капаевым и поймали ли полицейские нападавшего, неизвестно. Как неизвестно и то, при каких обстоятельствах произошло это нерядовое событие. А вот о том, как окончилось еще одно нападение с кинжалом на мирного самарца, увы, известно. Произошло это нападение не на Торговой улице, а в Соборном саду. Вечером около 7 часов 28 мая. Некто Василий Сергеев Першин, 19 лет, сидел в саду с двумя своими товарищами. В это время к ним подошел неизвестный молодой человек и нанес Першину рану левой половины груди. Две недели после этого Василий Сергеев Першин промучился в доме своей родственницы Росковье Перфирьевой на углу Торговой и Сенной улиц. А 10 июня скончался. Об этом его родственница, которой он приходился деверем, и сообщила в третий участок полицейской части. Ну и еще околочный надзиратель Кулагин в июне 1915 года обнаружил в бокалейной лавке крестьянина Прохорова торговлю денатурированным спиртом. На Прохорова был составлен протокол, а весь спирт изъят и уничтожен. Вот так вот, Прохоров, узнаете теперь, где раки зимуют. Узнаете, расскажете нам. А вот что узнал и кому что расскажет мещанин Бобенышев, проживавший сто с лишним лет назад на Торговой улице, мы не знаем. Знаем только, что однажды утром, в феврале 13-го года, выйдя из своего дома, он увидел у крыльца неизвестный кем подкинутого ребенка женского пола примерно 5-8 дней от рождения. Подкидыш был отправлен им в земский приют подкидышей. Ну, а теперь о кражах. В июне 1915 года у крестьянина Ставропольского уезда Тяжова, выходившего из вагона трамвая на углу Торговой Ильинской улиц, были похищены часы, стоящие 10 рублей 50 копеек. К подозрению в этой краже был задержан крестьянин Пензенской губернии Иван Виршин. В октябре этого же года почетная гражданка Вера Арсеньева подала сыскному отделению заявление о том, что из ее незапертой квартиры на Торговой улице, в доме номер 67, была похищена разная одежда и портмоне с 5 рублями денег. А всего она лишилась 87 рублей. В подозрении в краже Арсеньева заявила на своего сожителя Ивана Хрущева, который после кражи скрылся. И, наконец, в сентябре 1916 года через открытое окно дома номер 23 по Торговой улице из квартиры Иванова было похищено разных вещей на 130 рублей. А мы тем временем возвращаемся к масленичному угощению Харитоны Закарубны Рябчиковой. И ну что съешь? Придвинулись поближе к Ермилу Игнатьчу, услышавшие его бахвальство гости. И дьякон даже как будто бы протрезвел, а пьяный капитан тоненько азахихикал. Вот прелесть-то! Вот славно! И только жена-спорщика пугливо попробовала предостеречь его. Ты рехнулся, что ли, Игнатьич? Очумел совсем! Но Ермил Игнатьич отстранил ее. Пойди, старуха, не мешай! Поставив с одной стороны бутылку рябиновой, а с другой стороны вишневой, Ермил Игнатьич покрепче затянул салфетку и смерил взглядом стоявшую перед ним горку блинов. Чтобы еще его подначить, гости положили на стол две сторублевые бумажки, увидев которые, сидевший здесь же чиновник едва не изошел слюной. Ах, зачем Бог наградил меня такой тощей утробой? Из-за какие только грехи! А на следующий день Ермил Игнатьич стонал, лежа в постели, не в силах ничего, ответить жене, которая стояла рядом и говорила ему Ах ты, жадюга! А мог бы совсем скопуститься! Вот и снесли бы тебя на кладбище за те двести рублей! Вот и было бы тебе! Пари! Мы круглый год и так себя оморочим Уж если петь, так песни старины Давайте пить вино, любить А впрочем, нет, господа, давайте есть блины С вами был Михаил Перепелкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова